сердечно приветствую всех кто заглянул на огонек в сегодняшнем ролике речь пойдет про такое направление как программирование голого железа и как я к нему пришел данная тема напрямую связана с остальными роликами на моем канале так что если вы следите за ним то надеюсь что и это видео вам также будет интересно итак начнем за годы проведенные за специалистом и спектрумом я привык к ассемблеру и к тому что я контролирую абсолютно все и четко знаю на что будет потрачен каждый байт памяти каждый такт процесса именно поэтому когда я обзавелся в начале амиго и а потом и писи у меня не возникло интереса программировать под эти платформы так как я там терял полный контроль и понимание всех процессов а программировать на условном бэйсики мне было уже не интересно я думаю что этот факт и стал основополагающим почему я в итоге так и не бросил спектр шло время интереса программировать на языках высокого уровня под операционной системы у меня так и не возникло спектрум был изучен вдоль и поперек а нового интереса у меня так и не появилось безусловно программировать на ассемблере можно на любой платформе но вопрос толстой многослойной прокладкой в виде операционной системы между программистом и железом никак не решался ну либо я не видел такого решения в течение этого времени я постоянно искал что то новое что было бы сопоставимо с интересом программирования под спектром но при этом было бы актуально и не являлась анахронизма и вот на горизонте замаячили кпк карманные пк или как их называют за рубежом идеей personal digital assistant мне показалось что это именно то что я так долго искал и ждал первые массовые кпк выпускались корпорации палм инкорпорейтер и работали под управлением одноименной операционной системы палм уэс младшая и самая доступная по цене модель палм м100 обладала монохромным экраном разрешением 160 на 160 пикселей 16 градациями серого памяти устройства было целых 2 мегабайта причем что интересно у палмов не было разделения на внешнее хранилище и озву программа где хранилась там же она и работала то есть по сути вся пользовательская память являлась узел что касается сепию то там использовался 32 битный процессор совместимый с motorola mc68 3 0 с частотой 16 мегагерц когда-то процессоры данной архитектуры были главными конкурентами intel x86 они применялись в компьютерах apple macintosh amiga atari игровых приставках sega и neo geo и даже в небезызвестном компьютере sincler ql это сейчас когда у каждого в кармане смартфон который в десятки а то и в сотни раз превышает по мощности любой кпк того времени никого не удивишь таким устройством но тогда это казалось чем-то фантастическим карманный компьютер который всегда с тобой я не смог пройти мимо и в итоге стал владельцем кпк sony clear t615 который также работал на palm с но обладал некоторыми преимуществами перед оригинальными устройствами palm у sony clear был экран высокого разрешения 320 на 320 пикселей 16 битным цветом 16 мегабайт памяти процессор работающие на частоте 33 мегагерца не нужно быть семи пядей во лбу чтобы понять что на эти характеристики очень неплохо ложится эмулятор zx spectra к сожалению на тот момент не существовало эмулятора которым можно было бы хоть как-то пользоваться поэтому преодолев кучу проблем такой эмулятор я написал сам для себя вначале была даже шальная мысль как-то заработать на этом поприще так как программы для palm с неплохо продавались по части выбора языка программирования у меня сомнений не было языком разработки должен был стать только ассемблер во первых на других языках я особо и не писал никогда во вторых для достижения приемлемой скорости эмуляции на таком слабом процессоре никакой другой язык не подошел бы ну и в третьих у меня была книга по программированию на ассемблере для амиго а как я уже упомянул выше процессор там стоял совместимый для чего я вообще вспомнил этот свой старый эмулятор а дело в том что в процессе его написания у меня получилось оставить palm с за бортом и начать программировать ровно в том же стиле которому я привык на спектру если мне нужно было нарисовать точку на экране то я записывал нужные данные напрямую в экранную память тоже касается опроса кнопок и вывода звука я напрямую читал и записывал данные в соответствующие внешние порты которые отыскал копаясь позору palm с лишь выделяла память и передавала управление моему эмулятору а дальше я делал все сам своими средствами при прямом обращении к железу во время разработки эмулятора я вел дневник который позже опубликовал в газете абзац если кому-то будет интересно то вы можете ознакомиться с ним на сайте газеты исходный код эмулятора также доступен на github это было интересно и круто но к сожалению век устройств motorola совместимыми процессорами оказался недолг их сменили arm процессоре а устройство спал мой с вытеснили устройство под управлением windows мобайл ну а потом появились android и ай с которые вытеснили все остальное вот так вместе с эпохой старых палмов и иссяк мой интерес к программированию этих устройств и к сожалению ничего нового в течение нескольких последующих лет в поле моего зрения не попадала когда в 2012 году вышла первая модель raspberry pi я как и многие с энтузиазмом отнесся к этому событию еще бы этот микрокомпьютер вышел в великобритании там же где когда-то родился мой любимый zx spectrum а к созданию raspberry pi приложил руку никто иной как сам дэвид брэбан автор культовой для любого спектрумиста игры элита авторы открыто проводили аналогию своего детища zx spectrum начиная от невысокой цены и заканчивая областью применения обучение школьников компьютерной грамотности как ни странно но проект взлетел raspberry pi завоевал повсеместную популярность на этой волне многие производители начали выпускать похожие микрокомпьютеры но все они как собственно и raspberry pi работали под управлением одного из дистрибутивов операционной системы linux что по-прежнему не вызывало у меня какого-либо желания там программировать тем не менее raspberry pi мне очень понравился и я начал покупать каждую новую модель чтобы ознакомиться и поиграться с ними к сожалению я так и оставался рядовым пользователем применяя только готовые программные решения так например в качестве моего домашнего сервера и одновременно медиаплеера уже четыре года с успехом используется вначале raspberry pi 3 а затем четвертая модель увлекаясь спектрумом и интересуюсь raspberry pi я по-прежнему думал о том что было бы интересно изучить некую новую для себя платформу на которой можно было бы программировать на ассемблере и при этом иметь полный доступ железу я смотрел в сторону геймбой это практически идеальный вариант так как не пришлось бы изучать какой-то новый ассемблер а можно было бы использовать код привычной мне мнемоники так как там используется разновидность z80 также я смотрел в сторону nes и snes но к сожалению все эти платформы давно уже не являются актуальными и их поддерживают лишь фанаты по ностальгическим или каким-либо другим своим соображением однако лично для меня эти платформы в отличие от специалиста и спектрума не значили ровным счетом ничего а поэтому интереса писать под них у меня так и не возникло тем не менее для меня все-таки оставалось два интересных варианта это zx evolution с прошивкой ts-config и небезызвестный zx spectrum next и возможно в итоге я бы все-таки сделал шаг в сторону одного из них но я увидел zx bear эмулятор для raspberry pi меня удивило что эмулятор запускается практически моментально после подачи питания на raspberry pi и при этом практически не занимает места на sd карте в глаза бросилась полное отсутствие операционной системы под которой эмулятор бы запускался и работал я полез изучать данный вопрос и впервые столкнулся с понятием bear metal то есть дословно с голым железом я не понимаю как так произошло но все эти годы это довольно популярное явление неведомым образом проходила мимо меня и в то же самое время именно bear metal программирование меня так привлекало ведь как оказалось именно в этой самой стилистике сам того не зная я написал эмулятор zx spectrum для palm совместимых устройств именно bear metal программирование стремился все эти годы zx bear эмулятор хоть и поставляется без исходного кода но мне легко удалось выяснить что он написан на си плюс плюс с использованием популярной библиотеки сёкол которая дает прямой доступ к основным аппаратным компонентам raspberry pi позволяя писать собственные программы без участия какой-либо операционной системы то есть в стиле bear metal конечно же я начал искать информацию о том они пишут ли под raspberry pi bear metal программы и на ассемблере и конечно же выяснилось что пишут и еще как пишут описать их начали практически сразу как только raspberry pi вышла на рынок в очередной раз я огорчился что ранее ничего не слышал об этом явлении и потерял столько времени в поисках чего-то интересного хотя это интересное всегда находилась рядом теперь глядя глазами спектрумиста на raspberry pi с точки зрения bear metal программирования у меня аж дух захватывает вы только представьте что в вашем распоряжении имеется процессор который выполняет одну команду за такт а всего этих тактов ни много ни мало целых 800 миллионов в секунду то есть 800 мегагерц и это для самой слабой из доступных на сегодня модели raspberry pi zero которую можно недорого купить на алиэкспресс все эти вычитания сложения и даже умножения не говоря уже про логические операции ротации битов выполняются за один такт и сразу с 32 битами правда в отличие от спектрума одна команда занимает уже не 12 байта а сразу четыре в режиме там но это слегка окупается объемом памяти вы только вдумайтесь на разбери pi zero 512 мегабайт оперативной памяти не килобайт а именно мегабайт то есть 512 раз больше чем например у пентагона 1024 я уже промолчу про стандартную 128 килобайтную машину про графику и говорить не стоит в вашем распоряжении разрешения вплоть до 4к при 24 битном цвете но спектрумисту с головой хватит и минимальных 640 на 480 с любыми 256 цветами из палитры в 16 миллионов и все это доступно вам напрямую из ассемблера без каких-либо посредников виде операционных систем и библиотек а ведь помимо разбери пай zero доступны и другие модели где процессорных ядер уже не одно а целых 4 и работают они на еще больших частотах а памяти может быть не 512 мегабайт а вплоть до 8 гигабайт и я еще не беру в расчет графический процессор где мы таймер и многие другие имеющиеся на борту разбери пай компоненты однако повторюсь что для спектрумиста даже тех скромных по современным меркам аппаратных возможностей которые предлагает самая младшая модель будет хватать с избытком все это безусловно круто но сходу заглянув в описание команд ассемблера я честно говоря испугался после intel 8080 z80 и motorola mc6800 мне показалось что в ассемблере архитектуры арм сам черт ног условия что тут чему прибавляется почему несколько команд строке откуда столько регистров в одной команде ну как это вообще понять но терпение труд все перетрут через некоторое время мне удалось получить свое первое hello world выводимая на экран компьютера шрифтом из пзу zx spectrum так с чего же начать об этом я расскажу но в следующий раз если конечно аудитория проявит интерес к данному вопросу а на сегодня это все о чем я хотел рассказать благодарю всех за внимание и как обычно прошу по возможности оставить комментарий в поддержку канала поставить лайк и подписаться желаю всем счастья здоровья и мирного неба над головой до новых встреч в следующих роликах пока 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 пока